Независимо от возраста, переписи подлежат все граждане Беларуси. Отличие кампании этого года в том, что пройти масштабное анкетирование можно из любой точки мира посредством сети интернет. Здесь достаточно иметь гаджет, компьютер, планшет либо телефон. Такой подход не случайен. Это европейская практика, благодаря которой не только сократится время сбора информации, но и в полной мере будет обеспечен контроль за ошибками. Это европейский и мировой опыт. Я уже об этом говорил и повторю, что одна задача провести перепись профессионально, провести вовремя, в сроке. Так, чтобы, ну и с другой стороны, чтобы это было менее затратно, может быть, и для людей это было так, это не накладно, и для государства, для бюджета однозначно. Отвечая на вопросы в интернете, разрешается пропустить два. Но специалисты главного статистического управления Брестской области делать это не рекомендуют, поясняя Белстат гарантирует полную конфиденциальность. На стадии обработки информации все личные данные, позволяющие идентифицировать конкретного человека, они удаляются из базы данных, и дальше работа идет уже с обезличенными данными. То есть всем организациям будет предоставляться исключительно агрегированная, то есть обобщенная информация. Я должна сказать, что ведь это же не первая перепись, которая проводится в Республике Беларусь. Даже уже в Суверенной Республике Беларусь это третья перепись. И не было ни одного случая, когда бы хотя бы один гражданин уличил Белстат, органы статистики в том, что эти данные были предоставлены. Потому что мы гарантируем стопроцентную конфиденциальность. Этап интернет-переписи продлится до 18 октября. Кто не сможет воспользоваться данным способом, может выбрать два других. Ответить на вопросы можно на дому с помощью переписчиков. В их роли, к слову, выступают студенты, работники системы образования и культуры, сотрудники коммерческих организаций. Как узнать переписчика? Он должен иметь при себе три вещи. Удостоверение, сумку с логотипом и планшет для опроса. Заполнить анкету можно и самостоятельно на стационарных участках. В Бресте их всего 18. В прошлой переписи было 37 вопросов. В этой переписи 49 вопросов. Есть новые. Конечно, остались и традиционные вопросы, которые касаются непосредственно самого человека. Но есть и новые, которые спрашивают, допустим, планирует ли человек уехать из Республики Беларусь. На какой срок, по какой причине. Если гражданин не работает по месту своего жительства, почему он не работает здесь? Если он выезжает в другую страну, на какой период он выезжает, на какой срок? У женщин спросят о планировании рождения детей. Новый портрет Беларуси будет известен в феврале 2020. Обработка данных, которые касаются сельскохозяйственной деятельности, завершится чуть позже. Информация станет доступна в 2021 году. Почему так важна перепись и что мы теряем, отказываясь переписываться? Мы должны понимать и прогнозировать заранее. Это экономическая составляющая, это занятость людей. То есть через перепись населения мы можем и будем понимать количество мужского населения, женского. То есть какие профессии, наверное, в том или ином регионе будут более востребованы. Чем занимаются люди. Если сельским хозяйством, соответственно, и логистика, наверное, каких-то решений их проблем, может быть, создание сельскохозяйственных предприятий в детских садах. Потому что в каждом регионе потребность разная. А потому и здесь одинаково важно участие всех нас. Кстати, по состоянию на 12.00 4 октября в переписи уже приняли участие более 23 тысяч белорусов. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.